Как будут брать 13-процентный налог по вкладам? Какая доля вкладов свыше миллиона? В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей. И какому бизнесу поможет государство? Это, а также некоторые другие новости мы разберем с вами сегодня. С вами Николай Мрачковский, мы начинаем очередной наш выпуск новостной. Давайте посмотрим, что у нас на утро пятницы происходит на фондовых, на валютных рынках. Нефть колеблется вот в районе 26-27 долларов в последние дни. Сейчас 26. Доллар немножечко подрастает, но сейчас вот на уровне примерно около 78 рублей. И фондовые рынки немножко так обваливаются. Но можно сказать на фоне предыдущих дней, что особое такое затишье. Все чего-то ждут. Касательно того, что сказал президент относительно вкладов, поскольку это сейчас очень многих беспокоит. Как будут облагаться налогом проценты по вкладу, какие совокупно либо несовокупно. И давайте послушаем, что кто говорит. То есть сейчас официальных пока документов нету. Есть только заявления некоторых лиц. Вроде бы тоже таких достаточно официальных, но непонятно кому из них верить. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что налогом в 13% будут облагаться процентные доходы по каждому вкладу свыше 1 миллиона рублей. При этом счета суммироваться не будут. Это сказал пресс-секретарь президента, что счета суммироваться не будут. То есть отдельно каждый вклад считается. То есть тогда получается по логике вещей люди начнут разбрасывать по разным счетам суммой, чтобы в сумме было меньше миллиона. При этом Владимир Путин сказал, когда он говорил дословно, что будет облагаться процентный доход граждан, чей общий объем банковских вкладов превышает 1 миллион. Также пришло письмо от Сбербанка, от Грефа, где разъяснение, что налог будет свыше 1 миллиона в размере 13%, если суммарный объем вкладов в разных банках превышает 1 миллион. То есть кого слушать непонятно, пока информация противоречивая. То есть будут ли суммироваться все вклады, которые есть у человека, допустим, в разных банках, либо в одном банке на разных счетах, или же будут рассматриваться только отдельно каждый вклад, а суммироваться не будет. Потому что это очень большая разница. Как дальше вот мы сейчас посмотрим с вами. В агентстве страхования вкладов назвали сколько счетов свыше 1 миллиона. В данный момент это 5,9 миллионов счетов физических лиц на сумму свыше 1 миллиона. Но, однако же, всего в банках РФ открыто 594 миллиона счетов. Ну тогда как все население 146 миллионов. Это значит, что в среднем на одного человека, включая детей и пенсионеров, приходится около 4 счетов. Ну а если мы берем как бы более, отбрасываем детей, то получится там все 5-6 счетов в среднем. То есть, будет ли это суммироваться или каждая отдельно? Потому что, вроде бы, кажется, вот тоже были комментарии, что, ну это богатых облагают налогами и, мол, ничего страшного. Но миллион рублей это не такая огромная сумма. Это очень многие люди постепенно скопили себе эту сумму на счетах. И у людей, ну, по крайней мере, раньше было некоторое доверие к вкладам. Мне кажется, сейчас это доверие будет очень сильно подорвано. Во-первых, девальвация рубля, то есть, он обесценивается. А во-вторых, еще и налоги ввелись здесь. И теперь самое интересное, вот момент, который меня очень смущает. Пояснение министра финансов. Министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг вчера пояснилось журналистам, что налог будет взыматься, сейчас давайте я небольшие важные моменты поясню, а потом главное, только с получаемых процентов, в том числе с рублевых, либо валютных счетов в банках и инвестиций в облигации. Налог не затронет изменения суммы вкладов, вызванные колебаниями валют. Вот этот важный момент, потому что было большое опасение. Многие люди сейчас перевели свои вклады из рублей в валюту. Что, в общем-то, очень разумно было. Особенно, если раньше это успели сделать. И курсовая разница, она тоже будет облагаться. Но вот вроде бы, исходя из пояснений, из текущих пояснений текущего министра финансов, получается, что нет. Однако, понятно, что пояснение это еще не официальный документ. По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумму процентов будут пересчитывать по курсу Банка России на каждый день отдельно. Но это как будет считаться. Теперь вот самый главный момент, который смущает. Министр финансов пояснил, что эта мера не коснется процентных доходов граждан, полученных в 2020 году, а начнет действовать только с 2021 года. Внимание, вопрос. Ведь это меры, которые только что были озвучены президентом, как меры по борьбе с коронавирусом. Так при чем здесь вклады, которые, ну, мера, которая начнет действовать в 2021 году? А налог, вот слушаем министра, таким образом налог будет удержан только в 2022 году. То есть это будет через один год и девять месяцев только. Начнет действовать через девять месяцев. Тогда вопрос, почему это внедряется сейчас? То есть это не имеет никакого отношения к коронавирусу. Зачем же тогда это было мешать в кучу и объяснять, ну, что это как бы мера, связанная с коронавирусом? То есть это начнет действовать. Ну, вряд ли власти рассчитывают, что это будет полтора года действовать. и в 2022 году начнут взимать этот налог. То есть получается, что это не имеет никакого отношения к коронавирусу. Потому что тоже вот были комментарии, некоторые я читал ваши на ютубе, что, ну, ведь правительство заботится о том, чтобы никто там не заболел, не пострадал и так далее. Так, стоп, эта мера не имеет никакого отношения к этому. Почему же она вставлена в комплекс мер по борьбе с коронавирусом? Получается, это, ну, решайте сами, как к этому относиться. Но под прикрытием того, что это коронавирус, еще и вставлено вот такое вот изменение налогового законодательства. Почему? Раться это не срочно. То есть это никакая не срочная мера. А если не срочная мера, почему она принимается в таком экстренном порядке? Почему не в штатном режиме работы Государственной Думы, которая должна принимать законы, а до этого провести обсуждение с экспертным сообществом, потом там в нескольких чтениях это принять? Почему это не идет в нормальном рабочем порядке, а идет вот так вот через волю президента, который сказал, и все сразу побежали исполнять? А не в нормальном рабочем режиме. Опять же, ведь это не имеет никакой срочности, получается. До 2021 года еще 9 месяцев вполне можно успеть все спокойно в штатном рабочем режиме обсудить, сравнить, оценить последствия положительные, отрицательные. Вопросов много. Как я сказал, жить все веселее и веселее. Так, в России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей. Это еще одна веселая новость. За повторное нарушение режима карантина может быть до миллиона рублей для юрлиц, до 300 тысяч для граждан. Кроме того, будут еще при первичном нарушении для граждан штраф режима карантина от 15 до 40 тысяч. Это сейчас изменения вводятся в кодекс об административных правонарушениях. Они сейчас находятся как раз в Думе. И если примут, то будет вот так вот. Так, и ранее глава комитета Госдумы бам-бам-бам пояснил, что эти штрафы будут касаться только незаболевших граждан. А для заболевших будет уголовный кодекс и там уже уголовное наказание в виде лишения свободы вроде бы до 7 лет аж. Так, Центробанк рекомендовал ограничить выдачу наличных через банкоматы для предотвращения, опять же, угрозы передачи коронавируса через банкноты. Предлагается разделить банкоматы. Одни будут работать только на ввод валюты, другие только на выдачу валюты. Но тут возникает вопрос, а не есть ли это какой-то первый шаг к ограничению того, чтобы выдавать, например, валюту долларовую и в будущем? Может быть и нет, может быть на этом все остановится, однако вопросы, опять же, возникают в свете того, как у нас внезапно сейчас все происходит. Россия прекратит авиасообщения с другими странами. С 27 марта прекращает регулярные чартерные международные сообщения за исключением полетов по вывозу россиян. Но это как на нас влияет? То есть это еще больше сейчас усиливает изоляцию и проблемы экономики. Это надо понимать. Ну, мало того, что десятки тысяч пилотов и бортпроводников сейчас остаются без работы и сотрудников аэропортов. Даже это, наверное, не десятки, а сотни тысяч. Один аэропорт Шереметьево. Это совокупно около 20 тысяч людей, задействованных в нем в сфере его обслуживания, логистики, таможни и прочее. Но помимо этого, это еще и остановка взаимодействия между странами и перевоза тех же грузов каких-то. То есть это, безусловно, ведет к тому, что в данный момент мы видим усиление, по крайней мере, со стороны коронавируса. В США предложили использовать криптовалюту для борьбы с коронавирусом. Обсуждается сейчас идея цифрового доллара. Во что это выльется, пока непонятно. Но вот обсуждают. То есть предложение использовать цифровой доллар. И также обсуждают, чтобы выплатить налогоплательщикам США по 1000 долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка для минимизации влияния пандемии. Но тут надо понимать, что Америка, конечно, находится в уникальной ситуации. Они сейчас объявили о том, что готовы просто так напечатать, то есть влить деньги в их систему на сумму примерно 2-3 ливона долларов. Плюс еще, и это не конец, может быть, дальше продолжат. То есть они что сказали? Мы просто напечатаем доллары и все. И зальем все это. И при этом что получается? Что Америка имеет возможность, они напечатали доллары и начали скупать активы на эти напечатанные доллары по всему миру. Поскольку доллары сейчас очень даже котируются. И служат такой наиболее твердой валютой из всего, что есть. Есть, хотя, естественно, эта мера очень многих напрягает, то, что вот так лихо начали печатать доллары. Так, правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат. Будет реализовано через Банк ВТБ. Это неотложные кредиты. Правда, написано в предельном случае до 0%. Но, тем не менее, тем, кто в бизнесе, возможно, вы сможете этой возможностью воспользоваться. Однако, мой опыт взаимодействия с Банком ВТБ, это отнюдь не самый шустрый банк. И как быстро вы сможете воспользоваться, насколько легко будет это получить, здесь вопрос. Поэтому пробуйте, выясняйте, может быть и получится. Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса. Я думаю, что их больше будет. То есть, далеко не каждая пятая, а существенно больше. Просто, скорее всего, многие не заявили, а просто это сделали. А заявила только каждая пятая компания. Кабинет министров составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Давайте посмотрим, что это. Спорт. Ну, понятно, сейчас спорт весь остановили. Туризм, да. Общественное питание, досуг и развлечения, гостиничный бизнес, авиаперевозки, сфера выставок и конференций, дополнительное образование, бытовые услуги. Ну, вот в основном это сфера услуг, конечно, которая сейчас крайне сильно страдает. Услуги, перевозки, развлечения. Здесь проблемы очень серьезные. Как-то будут, видимо, поддерживать в первую очередь эти организации. Вот такие вот новости. Напишите ваше мнение, как вы ко всему этому относитесь, какие у вас мысли, соображения, рекомендации. И давайте отвечу на буквально несколько ваших вопросов, чтобы нам не сильно затягивать сегодняшнюю встречу. Про недвижимость. Расскажите во время кризиса, как сдаются квартиры посуточно, помесячно. Ну, конечно, будет просадка. Тут зависит от сегмента. В разных сегментах она по-разному идет. Но просадка, безусловно, будет. Вы сами видите, что ограничивают любые перемещения, ограничивают авиасообщения, туристов нет. То есть, естественно, просадка будет. Так. Актуален ли бизнес с доходными авто в данный момент? Как вы думаете? Вы знаете, я хочу в ближайшее время записать интервью небольшое дистанционно по скайпу с руководителем одной из крупнейших управляющих компаний в сфере доходных автомобилей. Ну, в частности, где у меня два доходных автомобиля, которые генерируют пассивный доход у меня, работают. Вот. Расспросить подробно, какова ситуация, чего ждать, просадка, не просадка, проблемы какие и так далее. Так. Есть ли смысл перевести в доллары часть подушки безопасности? Ну, часть, как минимум часть, да. Это, на мой взгляд, опять же, повторюсь, это не рекомендация к действию, это мой подход. Вы решайте сами. Расскажите, все ли нормально с инвестициями в залоговые займы? Это мы обсуждали вчера и сегодня будем обсуждать на семинаре по антикризису. Онлайн-семинар, если интересно, можете присоединиться. То есть, он в виде видеозаписи. То есть, я записываю по каждому блоку видеозаписи, выдаю вам, поэтому посмотрите, присоединяйтесь, к кому актуальна, ссылочка под видео будет. Там подробно разбираю каждое направление, мои ожидания, что там происходит, куда стоит вкладываться, откуда наоборот держаться подальше. Какую программу вы используете, когда котировки показывают? Есть сайт investing.com. Удобный сайт такой. Что про недвижимость в Грузии думаете? У нас активно рекламируют Orbi Group. Но я бы, я не знаю ни одного удачного примера инвестиций в Грузии. Может быть, я чего-то не знаю, но на мой взгляд, это больше раскручивает, чем реально результаты. С инвестициями в займы, с покупкой долларов. Это давайте вот кому такие, у кого есть реальные ресурсы и вопросы по тому, как их сберегать и приумножать именно в период кризиса, я отошлю на семинар. Там детально разбираю, много, просто это надо уже глубоко погружаться. Такое чувство, что могут повыситься ставки по вкладам скоро до 20 или даже 26%. Как думаете? Ну, я думаю, что 20 это, конечно, маловероятно сейчас. Тем более 26. Но то, что они будут повышаться, да, они уже повышаются. Теперь переводить на ИИС 400 тысяч рублей в год для покупки акций и облигаций может быть не так выгодно. Но в рублях, конечно, то есть рубль обесценился и будет обесцениваться. Сейчас инфляция будет очень высокой. Но другое дело, что вы можете в валютные инструменты инвестировать, на валютные облигации, допустим, валютные, в акции других компаний международных или в фонды, которые инвестируют в международные компании, то есть которые так или иначе привязаны к валюте, к доллару, ну, либо к валютам других стран. Ну что ж, вот такой вот обзор новостей. Еще раз жду ваших комментариев. Напишите, что вы про все это думаете. Удачи! Друзья, приветствую! Я приглашаю вас на курс «Инвестсистема». Это базовая программа, совсем недорогая, доступная каждому из вас, в которой мы разберем основные инвестиционные стратегии, с которых имеет смысл начинать. Мы разберем, как формировать инвестиционный портфель, как делать первые шаги, откуда брать финансовые ресурсы, как сбалансировать портфель с точки зрения риска доходности, и как, в принципе, балансировать вот эти самые риски. То есть вы узнаете массу тонкостей и нюансов, которые не знает большинство людей об инвестировании. Если вы, например, сомневаетесь, хочется узнать о тех стратегиях, которые доступны многим из вас, то обязательно примите участие в этой программе. «Ожидания» и «Планы» и «Риски», когда ожидать кризиса, когда ожидать повышения цен на недвижимость и многие другие нюансы. Итак, приглашаю вас в курс «Инвестсистема». Ниже под этим видео регистрация. Проходите по ссылочке, регистрируйтесь. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok